Честно сказать, особо новостей не смотрю, потому что наши новости посмотришь, жить не хочется. Это независимый уличный опрос 7 на 7 из регионов России. Подпишись, чтобы понимать, что на самом деле происходит в стране. По вашему мнению, как отличить правду от лжи? Ну, я такой человек, который видит сразу, человек врет или нет. У меня очень хорошо развита интуиция. Это просто я считываю, и очень интересно смотреть на человека, который врет тебе в глаза, а ты знаешь правду. Но это, наверное, опыт, это жизнь, нужно нарабатывать, это общаться с людьми. Человеку, наверное, должно быть видно по глазам, по мимике. Мне кажется, что правда, она как-то искреннее, чем ложь. Это уже, ну, по человеку видно, врет он или не врет. Ну, очень сложный вопрос, если честно. Тут все зависит от человека, в первую очередь. То есть, нужно чисто разбираться в человеке, мне кажется, чтобы отличить правду от лжи. Сейчас это очень сложно. Столько много фейков, что, вот знаете, я вот практически верю только своим глазам. Ушам сложно верить, и поэтому пока сама не увижу воочию, то я не поверю. Ложь живет 40 дней, а потом она вскрывается. Ложь все равно вылезет наружу. Не знаю, по человеку, наверное, по его отношениям, поступкам, друзьям. Сейчас очень тяжело, правда, тоже. Сейчас очень много обманов, очень много таких людей, которые мошенничеством занимаются. А как улечить человека во лжи? Трудно. Тоже трудно сказать, да. Улечить тоже сложно. Если, конечно, знаешь этого человека, то он можно улечить, потому что ты его знаешь. А если человек совершенно посторонний, если человек совершенно тебе не знаком, то это сложно сделать. Да и нужно ли вообще? А нужно это делать? Нужно, наверное, делать выводы для себя. Если человек врет, отсеивать этих людей. Документально, папка. Даже не знаю, надо ли это делать. Иногда. Задать вопрос, который наведет его на неправильный ответ. За руку его взять. Вовремя и становить. Все сразу не получается со временем, я думаю. Во-первых, по глазам, мимика меняется. Как бы я с этим не сталкивалась. По лицу, наверное, сразу понятно, что человек врет. По поведению, по глазам видно, когда человек обманывает. Все равно видать человека. Раньше, мне кажется, даже народ другой был. Ну, то есть, были все намного дружнее. То есть, друг другу все помогали. Было все намного проще. Сейчас люди сами по себе немножечко другие. И то есть, вот этот вопрос, как уличить человека лжи, очень сложный сейчас для этого времени. Вы думаете, в каких источниках информации говорят правки? Я не могу даже сказать, что есть какая-то точная информация из каких-то источников. Я не доверяю сейчас ничему. В телевидении, наверное? Ни в каких. Ни в каких. Не встречала, чтобы где-то всегда говорили правду. Всегда вы. Или не договаривают. Во всех 30% в каждом источнике. Другой раз и доверяешь, а потом, оказывается, он и обманщик. И такое бывает. Я сейчас как-то не доверяю СМИ. РЕН-ТВ смотрю. Ну, тоже думаю, что там не все правда. Сейчас, пожалуй, наверное, ни один источник информации не скажет 100% правду. Анти-фейк. Там все говорят правду. Наверное, в газетах. Потому что телевизор, интернет, наверное, там и правда, и ложь присутствует. А в газетах, мне кажется, более правдиво все пишут. Ну, по телевизору, СМИ, газетах, на сайтах. Дело не в том, что я верю или не верю. Просто как я отношусь к этому. Что правильно мне сказали. Вот там то-то, вот там то-то. Ну, принимаю как должное. Я в интернете не сижу. В интернете есть и доля правды, есть и лжи, все. Все, как желтая пресса, вот это вот интернет. Вот насчет этой информации, где говорят правду, не могу сказать. Потому что везде могут сказать правду, а могут сказать ложь. Как выгодно править, так они и знают. Досмотрел до конца? Поставь лайк, чтобы голос регионов услышали. Продолжение следует...